здравствуйте друзья у нас в студии гость вот улыбается и заодно она сильно улыбается и теперь гостья нам расскажет вообще кто она чего вообще откуда вот может быть вас уже кто-то узнал а может быть нет очень всем кто знает не знает всем так и скажите как есть здравствуйте михаил очень приятно что вы пригласили свою студию конечно же с подачи моей подруги виктории которая буквально несколько дней назад у вас тоже давала интервью я посмотрела да мне очень понравилось викуля тебе большой привет здравствуйте все телезрители те кто меня не знают расскажу меня зовут татьяна родина я автор канала кино вино и домино на ю тубе а сама я родом из луганска мне 47 лет это сразу просто хочу объявить его что очень многие думают что я выгляжу гораздо моложе многие думают что мне намного меньше лет я родилась в луганске прожила там все 37 лет через в общем 37 лет я эмигрировала в америку ехала жить в нью-йорк и вот девять лет я жила в нью-йорке мне очень нравилось я обожала этот город я была в него влюблена и когда кто-то говорил что нью-йорк это помойка это вообще там просто ужас я тебя защищала я говорил что это все неправда в общем всячески защищал этот город и к сожалению получилось так что вот в связи с последними событиями которые происходили в последний год за последний год в этом городе мне пришлось туда уехать представляете то есть город который я обожала всей душой жизнь уже стала настолько невыносимой что мне пришлось туда уехать и мы с мужем переехали во флориду в майами а что что именно было не так то есть что произошло за год это с пандемией как-то связано ну как бы это повод началось того что полиции вообще просто связали руки то есть полиция больше не могла защищать и вот эта вся преступная скажем так скажем так не знаю как их назвать до шобла так знаете им просто сказали можно так можно что 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 можно вы знаете какие там у нас были страшенные грабежи то есть когда вы не вы не в курсе но вообще по телевизору это не показывали так так скажу это не показывали то есть у нас просто разнесли у нас есть такой шикарнейший район в Нью-Йорке называется Соха да конечно Соха Дейлоч его разнесли просто разнесли то есть подбили все магазины все бизнесы все просто обворовали жутко причем это все было на глазах у полиции полиция просто стояла вот так и смотрела потому что им сказали но 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 не трогать люди так таким образом выражают свое как бы недовольство да постойте постойте это произошло во время демонстрации или это произошло независимо от демонстрации просто ходили и грабили не 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 это было как бы под эгидой демонстраций а я понял Демонстрации были днем, шествия, все эти дела, а вот это все происходило ночью, ночью все, и потом как бы все стало настолько ухудшаться, то есть людей стали кидать под поезд, толкать в метро, то есть человек стоит на перроне, у них очень много видео в интернете. В интернете очень много видео с камер, которые в метро стоят, то есть когда просто стоит женщина и вдруг сзади разбегается, ущемленный, и просто кидает ее, она чудом осталась шива, просто чудом, потому что она упала между рельсами, поезд проехал, он не зацепил, и таких случаев стало все больше и больше. Вообще стало опасно ходить. Моя подруга в нашем, скажем так, русскоязычном районе, то есть в Кони Айленд, в Брайтон Бич, это вообще русскоязычные районы. Моя подруга шла, и вот, значит, к ней прям подбегает черная, начинает на нее там вот эти вот буквы F. Да, ругаясь так. Да, 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 вот там Russian, Russian на нее, и все. И вот она говорит, я пытаюсь ее просто обойти, не вхожу в конфликт вообще, то есть я ее обхожу, а она все равно. Убегает, и вот она, вот просто она вызывает на конфликт, вот вызывает, вызывает на конфликт, в конце концов она говорит, видит, что я никак не реагирую, не подозрю. Она на меня, говорит, плюнула, просто реально плюнула и ушла. И вот таких вот, знаете, много стало таких вещей происходить. Стали людей бить, просто, просто, вот знаменитый бронвейский певец, знаете, его просто побили, он стоял вот на остановке, ждал, полон автобуса ждал, сейчас его точно не помню. Или автобус, или трейнер, Дмитрий Халкин, на него просто наброс этот чувак и сбил вот так, что ему там глаз зашивали и все. Короче, это стало небезопасно, стало очень грязно, стало очень грязно. Нью-Йорк просто превратился реально в помойку. Во-первых, когда была пандемия, почему-то они решили, что не надо убирать улицы. Ну, это опасно, понимаете, это опасно. Они решили не убирать улицы. А то, что там мусор просто горами лежал, и то, что там вонь была сумасшедшая, это нормально. Ну, у нас такое просто проповедство города, у нас абсолютно деблазио, да, в народе его называют дебил деблазио. То есть, это человек, который сделал все для того, чтобы просто этот город вести в такое ужасное состояние. Ну, просто все для этого сделал. И это все за последний год? Ой, это даже за последний, давайте скажем, ну да, началось это все, все это вакханалия началось где-то в мае месяце. То есть, вот этот слой, да? Да, да. Ага, хорошо. Снаменитого события, да, это все началось. И у меня очень много друзей, которые полицейские. С которыми я близко общаюсь. И они все говорили, что мы все бесимся от вздействия, но мы ничего не можем сделать. То есть, их арестовывают и за следующий день их выпускают. Все, ничего не можем сделать. Их надо по обмену опытом послать в отечество, там их научат на бутылки сажать. Да, да, если так важно. Но, в общем, короче говоря, стало очень в этом городе жить некомфортно, неуютно, опасно. Плюс еще все закрыто. Все было закрыто вообще. То есть, ты реально заперся в четырех стенах, можешь там пойти, я жила возле океана, да, я могла там возле океана походить, погулять. И то, извините, до темноты, потому что потом вылезали всякие элементы. А вот, я извиняюсь, Майами, у меня вот такое впечатление, что за пределами пары районов, где вот в основном наши отечественники и селятся, да, там Халленд Эл Бич, вот туда, это такая чудовищная помойка. Там просто, там не только небезопасно, но там просто, просто крайне, ну, 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 жуть. Это Гарлем такой, понимаете, я не вижу, что в Майами хорошего, вот кроме этих двух там пятачков, и полное ощущение небезопасности, я даже не знаю. Там, конечно, туристов много, они так вроде безобидные, но даже, я не знаю, у меня не сложилось ощущение в Майами как чего-то такого, прям вот праздника жизни какого-то. Туристов тут сейчас особо нет, но вы знаете, когда мы приезжали раньше сюда, вот как раз когда 18, 19, 20 год, ну, мы прям влюбились в этот город, и у нас тут очень много друзей, и в принципе все говорят, что по большому счету в Майами нет таких районов, нет таких районов, которые прям ты не можешь зайти, как в Гарлеме, да, нет здесь таких районов. Да, есть какие-то более благополучные, есть менее благополучные, но чтобы сказать, что вот есть такие районы, где сказали бы, ты туда не ходи, никаких районов нет. Наверняка приключения на жопу можно найти, понятное дело, везде. И даже здесь у нас, здесь у нас, в наших вот этих благополучных, да, Санни Айлс, Холлендейл, Геннигута, Финтура, и тут можно найти приключения на жопу, учитывая то, что здесь разрешено ношение оружия. Вот, поэтому, как бы... А в Нью-Йорке, в Нью-Йорке нельзя носить свободно? Нет, нет, да какой там свободно носить? Иметь нельзя. Иметь нельзя, оружие только разрешалось тем, у кого там бизнесы, и то, какие бизнесы, если ты работаешь с кэшем, то есть у тебя много кэшем, магазин где-то, им разрешалось. А так вот я, допустим, да, простой житель Нью-Йорка, я решила там, захотела себе купить пистолет, ну, для самозащиты, ну, там, чтобы у меня там дома лежал, да? Нет, ну, дома же вы можете для дома купить? Нет, 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 в Нью-Йорке нет. Как странно, у нас, вот, пожалуйста, для дома, для семьи сколько хочешь, свободно носить нельзя, а дома можно? Нет, в Нью-Йорке нельзя, в Нью-Йорке все... Хорошо, давайте мы к вам. А то мы сразу, как этот, город контрастов, начали. Да, сейчас, с места в Карине. Жили вы в Луганске, я знаю, у вас много общего, значит, с Викторией. Единственное, что у вас нет вот этого, такого, южного, вот этого гэ, вы не гэкаете? Я не гэкаю и не шокаю. А у вас в Луганске шокают? Ну, да. Я думал, это больше харьковское такое шо. Так, хорошо, ладно, тю, тю у вас не говорят? Говорят, я тоже его употребляю не так, чтобы это, прям, слово поразить. Ну, бывает, я такая, тю, нет, тю, редко, но бывает. Хорошо, итак, значит, росла себя девочка в Луганске, в Шахтерском краю, значит, ну, и что вы делали? Ну, в каком направлении развивались, как ребенок, подросток? Я-то жила, как, в Советском Союзе еще, знаете, я так делала, в 73-м году, в принципе, прожила, 18 лет в Советском Союзе я прожила. Я была очень активна, я была очень активна и была очень артистична. То есть, в детстве все утренники в детском садике, я все главные роли, в общем, это всегда была я. И то же самое было в школе. То есть, все, ну-ка, девушки, секвены, все какие-то хоры, танцы и прочее, прочее, это всегда я впереди планеты всей. Вот, плюс я еще была очень такая активная в школьной жизни, там, староста, председатель отряда, там, вот такое, ну, такая я была очень активная, деятельная. Плюс к этому я еще занималась всякими танцами, ходила на всякие кружки, я на легкую атлетику ходила, то есть, я профессионально занималась легкой атлетикой, то есть, бегала вообще как млайн. Плюс я еще, значит, потом пошла еще на конный спорт, еще на конном спорте 6 лет занималась. И плюс я еще в театральный кружок поступила, ну, вот, два года еще там в народном театре играла. Короче говоря, у меня было, я вообще не понимаю, откуда у меня было столько энергии, где я ее брала? Я вообще не понимаю. То есть, я везде все успевала, и еще отличницей была, это кошмар. Значит, что получается, значит, страна рухнула, когда вам было 17 лет. 18. В 91-м году. Хорошо, 91-м. Значит, вы в этот момент, где, вы же школу закончили в 18 лет? Да. Я, да, я в этот момент, как раз получилось так, что я поступала в институт в первый год, непоступила. И я пошла работать в мединститут, в библиотеке работала. Кстати, я очень, к сути, этому благодарна, потому что я познакомилась с таким количеством врачей классных, сейчас классных врачей, потому что они еще, когда они были все студентами, они у меня обслуживались, я им книжки выдавала. А потом они все выучили, стали врачами, и у них сейчас у многих там, в своей клинике все. И то есть, я теперь, по крайней мере, у меня есть, знаете, врачи, к которым я могу обратиться, и знаю, что это не непонятно кто, а это действительно врачи, которых я лично знаю много лет. Куда поступали первый раз? Я поступала в институт на физоспитание. Ну да, подождите, а вы какая-то спортсменка такая была? До каких-то разрядов вы дослужились? Ну я хорошо, я там в далекой атлетике, у меня уже был там первый взрослый уже, я бегала вообще очень быстро. А в конном спорте, да, я чуть-чуть не дотянула до КНС, чуть-чуть не, ну там, потому что там тоже от лошади все зависит. Знаете, ты там можешь идеальным быть спортсменом. Когда бегаешь, все только от себя, ну там, может, грудь там, хорошо, ладно. А тут от лошади еще надо дается. А тут еще от лошади, да. Ну и там очень такие жесткие были нормативы, там не просто надо было сдать дэтмит, а там еще надо было подтвердить. Ну ладно, в общем, я решила пойти... Хорошо, вы решили быть тренером? У меня не получилось тренером, и слава богу. А потом, потом случился конкурс красоты, в который я встряла, выиграла. Страна рухнула, и начались конкурсы красоты. Да, да, да. И я, значит, выиграла, стала мисс Луганочкой, и все. И вот тут моя жизнь резко изменилась. Это в 18 лет. Нет, нет, это мне уже 20 лет было. Луганочка. Подождите, подождите, давайте по порядку. Значит, в 18 лет, значит, сначала вы не поступили на тренера. Нас год работали в библиотеке. Да. Что через год? Потом я все-таки поступила на пилологический, русский язык и литература. Педагогический. Да. Так. Значит, и учились себе, никого не трогали, пока не случился конкурс. Да. Так. Не все. Ну, хорошо. Вот вы стали, хорошо, мисс Луганочка, я понял. Но, то есть, на местности, это что вам дало, какие перспективы? Ну, в смысле, вас куда-то приглашают, или вы заняты какими-то шоу, или какие-то подиумы, или что связано с этим? В принципе, конкурс красоты, это место, ну, я не знаю, как тогда, в СССР, но, скажем, на Западе, это место, где рекрутируют будущих моделей, там, вот, как бы, для модельного бизнеса. Знаете, тогда это у нас было вообще новое, и я тогда прогремела, просто, меня просто практически все помнят, хотя я не была первой мисс Луганочка, да, там, для меня еще там было два конкурса, но вот тех девочек вообще никто не знает, вообще никто не знает, как их звать. Почему-то я, я запомнили все. И потом у меня был мисс Украина конкурс, потом у меня как пошли конкурсы, она как начала разъезжать по всяким этим конкурсам, в том числе и международные, вот, и, и попутно я сделала свое модельное агентство, то есть я, как бы, В 20 лет? Модельное агентство нет, модельное агентство уже в 23, по-моему, организовала, да, потому что я еще успела в перерыве между этими двумя вещами, выйти замуж и родить ребенка, вот, да. Так, хорошо, ничего себе, и сохрани реформу. Да, я прям вообще в форме нет до сих пор. Значит, подождите, вот, участие в конкурсах, ну, скажем так, в то время, там был элемент того, что вас как-то тренируют, какие-то с вами люди занимаются, специалисты, там, походочка, носочек туда, спинку так, ну, что-то было. Было, конечно, было, но это все было настолько, вот, любительский такой, знаете, уровень вообще, все это начинает, потому что, когда я уже начала ездить на более серьезные конкурсы, я стала видеть, какой уровень тех моделей, как я до них не дотягиваю. То есть, это у нас такой был, знаете, чемпионат по объезду вообще, местечковый. И я начала уже переучиваться уже потом, когда я стала видеть, какие профессиональные приезжают девчонки на другие конкурсы. Ну, и вот я этим профессионально заняла. Сделали агентство. Агентство чем занимается? Вот с чем к вам приходят в агентство? Вот, допустим, что говорят, дайте нам, мы хотим что-то прорекламировать или что? С чем приходят люди? Смотрите, мы сделали модельное агентство, куда приходили парни и девушки, да, которые хотели стать моделями. Мы обучались. Я понял. Но, помимо этого, у нас еще, да, была база моделей. То есть, если там какая-то фирма хочет, чтобы кто-то что-то прорекламировал, то они могли там обратиться к нам. Мы также предоставляли услуги, там, допустим, модели могли работать на подиумах, могли быть фотомоделями, могли быть промоушен-моделями, то есть, которые там ставят какие-то выставки и рекламируют какие-то товары. То есть, вашим клиентом фактически был не бизнес, который приходил зачем-то, а люди, которые хотели стать моделями, то есть, вы хотите, как бы, то есть, зеленые деньги собирали, то есть, ну, в смысле, доллары, да, то есть, от народа. Green money, то, что называется. Не по безналичке вы работали в предприятии? Нет, нет. Ну, нет, поверьте, много раз мы работали вообще бесплатно. Просто за спасибо или за какую-то рекламу. Очень много раз мы работали. Ну, конечно, конечно, это обычное. В обмен бартер такой. Да. Итак, скажем так, поганый бизнес или хороший? То есть, вот, скажем так, больше дерьмо на душе или больше радости? Знаете, когда у нас там была вся братковская эра, да, то есть, у нас же было время, когда у нас были там всякие братки. А это было немножко сложновато, потому что был такой случай, вообще, жуткий случай, когда я шла по центру города, центр города вообще, и вдруг, значит, ко мне, я слышу, кто-то орет, Родина, блядь, иди сюда! А мне там 25 лет, то есть, я вообще такая, я ничего не знаю, подходит какой-то вот такой вот ко мне. Слышь ты, значит, ты мне будешь, типа, там, девочек давать, там, вот такой вот, вот такой разговор. Я вообще, я так испугалась, вы не представляете себе, как я испугалась. И я, значит, обратилась к более, ну, то есть, мне пришлось обратиться к другому человеку, который более, над ним, скажем так, стоял на этом братку. Крышевать, так. Да, 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 вот. И потом, они там, их начали отстреливать просто, просто один за другим их начали отстреливать. Это они друг друга или их менты отстреливали? Нет, их менты отстреливали, да, у нас поменялась власть очень сильно, и их, в общем-то, начали там отстреливать. И даже наступил такой момент, когда я, мне пришлось даже на какое-то время уехать из города, потому что я реально боялась, потому что вот этого человека, который меня крышевал, его уже отстрелили, а тот, который мне угрожал, он у нас еще остался. Ну, его еще тогда не... он еще живой был, скажем так. Это какие годы примерно? Ой, это, я вам сейчас скажу какое-то, 95-й, наверное, 94-й, 95-й, где-то так, где-то вот эти годы. И потом, значит, потом я узнала, что вот этого вот, который мне угрожал, его тоже... Ему устроили автомобильную катастрофу, ему не стреляли, ему просто устроили автомобильную катастрофу. Короче, у нас закончилась эра вот этих вот всех братков, пришли, милиция пришла к власти, да, все эти целовые структуры пришли к власти, и вот тут, ребята, начался, полный штиль начался. Все, нас вообще никто не трогал, никто к нам не приходил, никаких предложений. Все, было очень-очень тихо и спокойно, и, ну, короче, я вспоминаю эти годы как самые-самые... То есть вы продолжали работать в этом модельном агентстве, вы не думали в это время о том, чтобы чем-то еще заняться или какой-то другой? Я помню, что это время такое динамичное, и люди, которые сегодня продавали скрепки, через две недели начинали продавать какой-нибудь катер нараспил, там, военный, а тут же начинали, там, компьютеры возить, там, откуда-то из Бразилии, там, и так далее, и так далее, и как-то, вот, очень динамики много было. Нет, у меня настолько было все это заполнено, у меня жизнь, вообще, настолько была заполнена всеми, там, то конкурсы, то поездки, я сама еще как модель очень много работала, я из-за границы работала, плюс я организовала школу моделей, которая просто стала лучшей на Украине, вот, просто, лучше, например, про нашу школу знали всех, нам приезжали люди из других городов, то есть она... Как называлась, хоть скажите? Королева. Королева. Королева, да, и мы брали, в этой школе учились дети, вообще, вот, начиная с пяти лет, да, и заканчивая, там, хоть до 25. А детям нравится вот это вот? Детям невероятно. У меня были группы, вы не представляете, 70 человек, то есть мы их делили, мы их делили на подгруппы и занимались, допустим, час, у одних детей хореография, у других детей, там, походка модели, а у других детей спортивная робика, и потом через час менялись, потому что у меня было до 70 человек, вот у меня доходила вот такая вот группа огромная, и было такое, что вот все уже, вот мы выпустили, ну, вот закончилось. Вы видели, как детки на глазах менялись, вот как они приходили, вот даже, кажется, не когда она там вышла, а, ну, просто пришла, и они как-то по-другому идутся, спинку держат по-другому, как-то вот это. Это видела не только я, это видели родители, это видели друзья этих семей, потому что они потом приводили своих детей и говорили, мы хотим, чтобы наша дочка стала такая же, как вот ее подружка. Хорошо. Потому что мы видим, насколько она изменилась. Ну, это приятно должно быть, правда? Это приятно, знаете, что? Приятно, когда прошло уже столько лет, а мне пишут мои ученицы, у которых уже свои дети, и они пишут, боже мой, Таня, как жалко, что у нас сейчас нет такой школы и нет такого преподавателя, как ты, потому что вот я бы свою дочку с удовольствием к тебе отдала. Но ведь это странно, сейчас, казалось бы, столько моделей, столько специалистов стало, столько стало возможно... Ну, что ж такое-то? Может быть, там денег просто недостаточно, чтобы... Нет, нет, нет. Просто, понимаете, у меня была атмосфера другая, то есть вот так, как я с детьми работала, все это в форме игры. Вот это вот... Сейчас многие вообще жалуются на то, что это просто выкачка денег. Просто выкачка денег. То есть никто на самом деле своими детьми особо не занимается. У меня был прям индивидуальный подход. К каждому ребенку, каждому ребенку она ходила... Но вы же еще, смотрите, что получается, вы же не просто там школа, вы еще и действующая модель. Ну, так это уже совсем другой разговор, понимаете? Это одно дело, там кто-то, у него школа, а это прям живой человек, вот он прямо бах, тут у него конкурс, там у него показ, там у него чего-то, а между этим он уроки ведет. Но это другой уровень совсем. Нет, я думала, все-таки там другое было. Мне кажется, они настолько любили... Вот все детвора, они меня лично любят, как человека, да, потому что я с ними как подружка. Я даже думаю, у меня такое вот даже есть убеждение, что я и выгляжу так молодо, потому что я с этими детьми... Сто процент. Сто процент. У меня в этой школе было 15 лет. Вот пока я в Америку не уехала, я 15 лет была среди вот детей, среди подростков, среди молодежи. Понимаете, я могла с ними пойти куда-нибудь там после уроков, мы там все вместе шли в каком-нибудь кафе, там сидели. То есть я вот как-то на их уровне была. Это молодец, молодец. Я вот как преподаю, и у меня, ну я не могу сказать дети, но все равно даже, когда я 25-28, там 30, а мне, допустим, за 50, я все равно чувствую себя на 20 лет моложе. Чего я только не понял, значит, вот из этой вашей всей истории. До самого отъезда, 10 лет назад, вы ничем больше не занимались. То есть вы где-то участвовали в показах, и вы занимались школой. Да, школой и агентством. Я извиняюсь, такой пикантный вопрос. Вот тот ребеночек, который родился, вот он во сколько там, в 20 лет? 22. 22. Это уже получается большой ребеночек-то? В 25 лет у меня уже внуку два года. Да вы чего? Так а они где живут? Они в Киеве живут. А у вас больше, чем один ребеночек или так? Нет, нет, у меня один, но он со своей женой живет. Он же с женой живет в Киеве. И с внуком. Не хотят в Америку? Она, наверное, бы с удовольствием приехала, а вот сыну моему Америка не зашла. Он прожил здесь 5 лет, и она ему не зашла. И знаете, я его абсолютно не люблю. Бывает, бывает. Потому что, да, мы не можем прожить свою жизнь за них. И нам кажется, что это вообще вау, круто. Это тут куча людей бы, блин, просто убили бы за то, чтобы получить такую возможность, как была у него. Просто грин-карта на блюдечке, на, пожалуйста, приезжай и живи. И они не понимают, как так, ты попал в Америку без проблем, тебе не надо было там душу дьяволу продавать, чтобы здесь легализоваться, да? И ты взял, это все бросил и уехал назад. Просто это не было надо, это вам было надо, а ему не было надо. Так вот, ну и уехал. Слушайте, такой вопрос. А чего вы снились-то 10 лет назад? И как именно, если не секрет? Что делала, не поняла. Снились, эмигрировали вы, чего? А, приехала. А, да я, дело в том, что переехала сюда как-то просто по туристической визе к друзьям. Мы пошли в ресторан в русском. В русском ресторане я познакомилась со своим на тот момент будущим мужем, но тогда я не знала, что он будет моим мужем. И вот так все у нас закрутилось, завертелось. Короче, я вышла замуж. У него вышла замуж. И все, и так я переехала. И знаете, как бы был вопрос, на самом деле. Это же надо там все было бросить. Вот все вот это вот, чем я желаю. Это непросто, да. Ну и как вы? Я уехала, я вам сейчас расскажу, почему. У меня свекор, ну, как бы это, получается, отец, дед моего сына. То есть, тот свекор, так. Да, бывшего мужа. Значит, он сказал, он говорит, Таня, даже не раз думай, бежай, потому что сюда вернуть ты всегда успеешь. А вот там пожить не каждому за мной. Слушайте, мудрый человек, вообще-то. Да, да, да. Потому что люди годами играют в эти гринкарты и все эти дела. Поэтому, говорит, поедь, поживи там, понравится, останешься, все. Не понравится, вернешься, и все. Да, и вот так вот я уехала. Мне понравилось. Мне Америка зашла прямо, знаете, она мне еще зашла еще в 2006 году, когда я сюда первый раз переехала, как туристка. Она мне сразу зашла. То есть, я сюда летала по три раза в год. Просто вот в гости. А вот такой вопрос. Вы по, скажем там, луганским критериям, меркам, вы так зажиточная были дама, или так скромненькая, или там очень зажиточная? Не, не, не. Я такая была, знаете, наверное, средняя. Вот нельзя сказать, я была вообще не богатая, но и не бедная. Но вы могли купить квартиру хорошую, например. А я и купила. У меня была квартира, машина. То есть, вы зарабатывали нормально. Хорошо. Я хорошо зарабатывала. Теперь, такой вопрос. Ну, так я вот уже как человек поживший, так сказать. Я еще поживу, но все-таки, значит, уже есть. Значит, хорошо, с первым мужем у вас там не получилось. Но каким образом вы умудрились там до 37 лет оказаться, быть свободной? Вот это я что, не понимаю? Вам должны были предлагать со всех сторон. И что вам не хватало-то вот в этом смысле? У меня был еще один гражданский брат. У меня был гражданский брат, 5 лет. Мы не поженились. И сейчас, вот сейчас, тогда для меня это была трагедия. Тогда для меня вообще это была трагедия. Сейчас я понимаю, господи, как хорошо, что мы не сделали эту ошибку оба. Мы вообще не подходили друг к другу. Вообще, вот. Просто, знаете, вот у меня хоть дурацкая была такая, вот все, я люблю, я жить без него не могу. Вот я вот с ним, и все. И больше ничего не существует. А на самом деле, ни я ему не подходила, ни он мне не подходил. И мы еще 5 лет. Причем я же видела, что человек меня не особо любит. То есть, люблю тебя, но странную любовью. Немножко меньше, чем себя люблю. А я все пыталась, вот все пыталась, как бы, чтобы он меня все-таки полюбил вот так, как я его. В общем, я пыталась, пыталась. И вот, да, я сама это все прекратила, сама это все бросила. И мне такое ощущение, что, знаете, когда я от него ушла, он сделал так. Слава Богу. Вот серьезно. Вы знаете, знаете что? То есть, фактически, неправильно думать, что только вот там 17-летние соплюшки, вот они без мозгов там могут, знаешь, как в любое два полюбишь и козла. То есть, и в двое старше можно то же самое. Да, да. В общем, я, как бы, разорвала эти отношения. Потом у меня были просто такие вот двое отношений, когда мы просто встречались. Мы не жили вместе, мы просто встречались, но они тоже, как бы, заканчивались. Просто заканчивались. Мы даже не ругались. А не было такой мысли, что вот надо все-таки как-то замуж, ну как-то вот... Не, было вот... Что-то как-то я... Я настолько... У меня настолько была полная жизнь. То есть, я ни в чем не нуждалась. Мне не нужно было вообще ничего. Мне всего хватало. Сейчас я понимаю уже, да, вот эту жизнь. Возможно, слава богу, прибавилось. То есть, когда женщина счастлива в семейной жизни или в личной жизни, ей больше ничего не надо. Ни карьеры, ничего ей не надо. Она счастлива вот с этим человеком здесь и сейчас. А так как у меня такого человека не было, да, у меня было все остальное. У меня была работа, карьера, я там вся там звездила вообще. Там в Луганске была там типа светской лицей. Типа. Ну, то есть, меня постоянно приглашали на какие-то мероприятия, там конкурсы всякие, человек года и прочее такое. Вот. То есть, потому что не было... Вот я этим всем, вот этим всем, да, с этой мишурой, как я это сейчас понимаю, я это заполняла вот ту пустоту, которая была всем. А муж чем занимал, вот когда вы 10 лет назад женились, чем он занимал на тот момент? Дело в том, что мы с ним мужем уже разошлись. Я уже вышла замуж еще раз. Нет-нет, в Нью-Йорке который? Вот в Нью-Йорке, да. Мы с ним разошлись. Мы через 5 лет, да, разошлись, расстались. Ой, Господи. Так, а сейчас, ну сейчас есть какой-то муж? Да, сейчас у меня муж. Вот сейчас это, знаете, это вот ради этого вообще стоило всю эту жизнь. Для того, чтобы вот сейчас уже в таком возрасте, то есть когда мы с ним познакомились, когда мы с ним познакомились, я вообще, я уже поставила крест, поверьте, я поставила крест на том, что я когда-либо смогу встретить человека, с которым я буду безгранично счастлива. Потому что вы же знаете, что с возрастом накапливается багаж, ты становишься противный, вредный, начинаешь придираться ко всяким там мелочам, ой, не так салфетку снял, ой, вот тут он не так что-то там сделал. То есть ты вот превращаешься с возрастом какого-то противного, вредного, я не знаю, человека. И я думала, что ну все, теперь вообще, как это можно сейчас встретить человека, который бы меня не раздражал? Вот как можно встретить? Ой, бывает, все, что хочешь. Да, да. И вот в 43 года я на съемках была, и вот мы с ним там познакомились, и почти через два года мы поженились, и вот мы уже вместе 4 года, мы 23 января праздновали, кстати, 4 года, как мы вместе. Это вот он перед началом там дверь закрывал, вот я понял. Так, так. Вот мы за 4 года, в это очень сложно поверить, с такого не понимаешь, я скажу, что я мру, мы за 4 года ни разу не поругались, у нас не было даже ни разу такой ситуации, чтобы кто-то кого-то обидел. То есть вообще непонятно. Просто гармония такая, просто бывает, конечно. А еще я думаю, знаете что, еще я думаю, что с возрастом, да, я уже научилась ценить очень много вещей, каких-то вещей, и я на какие-то вещи не обращаю внимания, на какие-то вещи закрываю, допустим, глаза, на какие-то вещи просто пропускаю мимо, потому что я понимаю, что это такая фигня, это такая мелочь, то есть нужно не обращать внимания на мелкие какие-то, на фигню какую-то, а видеть общую картинку, полную картинку, я ее вижу. К сожалению, что поручается в жизни у людей, то маленькая фигня, если она никуда не девается, она начинает расти в размерах, расти в размерах, расти, и дальше уже получается, что ты вообще жить не можешь, и крупнее этого ничего нет. То есть часто бывает так у людей. Да, но это если люди эту фигню, вот они ее заметили, они ее не убрали. Да, как тюбик от пасты не закрывает. Знаете, вот, а я просто вот вижу, то есть как бы есть положительные, есть отрицательные, и положительные они намного дешевле. Давайте я зацеплюсь за слово. Вы с ним встретились на съемках. Да, да, да. Как вы вообще стали на съемки попадать? Вы же так особо, ну то есть вы были недалеко там вокруг, ходили со своими там этими делами, но все-таки на съемках там уже как-то там, уже какое-то актерское, не то чтобы пройтись, надо еще сказать что-то, сыграть, там слезу пустить, и так далее. Это же все-таки другая профессия совсем. Знаете, до того, чтобы сказать что-то, это надо пройти три круга ада. Сейчас я расскажу. Я знаю, для того, чтобы вам разрешили сказать, или для того, чтобы ты поняла, что ты можешь сказать? Нет, для того, чтобы тебе дали что-то сказать. Понял, понял. Роль со словами, даже с одним словом. Когда я приехала, я, значит, решила здесь продолжить свою модельную карьеру, влупилась просто в бетонную стену. Во-первых, возраст, да. Во-вторых, нет американского опыта. То есть, во все агентства, которые бы я ни ходила, ну, они смотрели мои, да, фотографии, говорили, ну, понимаете, вот, это не то, что нам нужно. Ну, хорошо, окей. И я перебивалась какими-то такими мелкими работами, модельными. Там где-то за 300 долларов как-то каталоги в каком-то снятся, там у какой-то там русской модельерши отснятся. Ну, короче, вот такой вот показок тоже за 100 долларов участвовал. И один раз я увидела объявление, что нужны модели для массовки в фильме. Вот. Я, естественно, послала заявку, меня пригласили, и я там познакомилась с кучей других девчонок, которые мне сказали, что, ой, так ты можешь вот это, вот это делать, вот здесь надо зарегистрироваться, на вот этом сайте. Короче говоря, я вот начала в эту киношную, в серьезную киношную, понимаете, структуру, то есть во все эти сериалы и фильмы, которые в Голионе, я начала потихонечку, потихонечку туда внедряться. Я вот что скажу, что сейчас просто это разговор на три часа. Чтобы не забивать время, я просто скажу тем, кому интересно, зрителям, да, кому интересно, как это все здесь происходит, с нуля вообще, вообще прям, вот когда ты даже не знаешь, но хочешь, да, как попасть и что тебя дальше ждет, зайдите на мой канал, Кино, вино и домино, у меня есть там плейлист, который называется... Медленно. Кино, вино вино и домино. Да, вот, вот. А то так быстро сказала, они могут не услышать. Кино, вино и домино. Да. Есть там такой плейлист у меня, который называется Дорога в Голиу. И вот там много выпусков, где я прям пошагово рассказываю, что, чего, зачем идет. В общем, я это все прошла, набила много шишек, попадала там и на мошенников, попадала, ну, в общем, все. В результате, где-то в течение двух лет я попала в актерский юнион. Это считается очень круто. Профсоюз. Попасть туда непросто. Тоже я там рассказываю, как попасть у себя на канале. Я извиняю, правильно ли я понял, что определенного уровня роли, не будучи в профсоюзе, получить уже нельзя. То есть, ты должен быть в профсоюзе. Опять же, смотря о каких ролях мы говорим. Если вы хотите играть вот в этих фильмах, где играют все голливудские звезды, в серьезных сериалах, которые вы смотрите по телевизору, тогда да, нужно быть в профсоюзе. А если вы хотите играть в каких-то независимых, студенческих фильмах, или вот собралась группа людей, да, и говорит, а давайте-ка мы снимем кино, у нас есть там 10 миллионов долларов, давайте мы снимем. И этот фильм, он может быть не в профсоюзе, он может быть нон-юнион фильм. Но вы тут сыграете главную роль. Понимаете? И может быть даже этот фильм там где-то показывают и кто-то его увидит. Я даже такие случаи знаю, когда люди играли в каких-то фильмах, да, таких вот, которые абсолютно не имели никакого отношения к Голливуду, да, и потом кто-то там увидел, заметил, нашли, бывают такие случаи. Ну, то есть, проката у такого фильма уже реально нет. То есть, он как-то так... Есть, ну, есть, но не такой. Ну, опять же, да, для того, чтобы у тебя, чтобы это было в кинотеатрах, в серьезных кинотеатрах, во всей стране. Ну, в принципе, Танюш, Нью-Йорк, в общем-то, правильное место для такой деятельности. Это не хуже Лос-Анджелеса, в принципе. Это вообще, мне не хуже. Это тот же самый уровень. Там, в Нью-Йорке такое количество студий. Да вы не представляете, я даже не знала, пока я не стала этим заниматься, я обалдела. Там невероятное количество студий, невероятное количество проектов снимается. То есть до 40 сериалов, вот до пандемии, да, снималось где-то 40 сериалов, штук 10 фильмов. Это все одновременно. Одновременно. То есть работы было, в принципе, много. Но, опять же. Позвольте, в массовке, допустим, съемочный день, сколько денег зарабатывает человек? Если ты в профсоюзе, да, состоишь, то сейчас, вот на сегодняшний день, это, по-моему, 178 долларов сейчас. Съемочный день? За 8 часов. За 8 часов. А потом ты получаешь все бенефиты, если ты, допустим, овертайм, да, ты работаешь 10 часов, 12 часов, ты получаешь уже все эти дабл-рейты. А если не в профсоюзе? Нет. Тогда ты получаешь ставку там за 10 часов, там, 160 долларов за 10 часов. И все. И там снег, дождь, все. Но это люди просто для фана, или они просто растут в профиле? Как они? Это тоже очень важно. Смотрите, многие приходят туда для того, чтобы быть в среде, да, то есть человек с актерской карьерой, он, допустим, на каких-то курсах учится, и для того, чтобы не работать где-то там официантом, или там вышибалой в ночном клубе, или, ну, какая-то такая работа, да, он идет в массовку, потому что ты, во-первых, находишься в среде, ты знакомишься с людьми, ты набираешься сумасшедшего опыта, ты все видишь, слышишь, слухи, сплетни, это все здесь, это вот просто, ты вот находишься внутри этого всего, да, ты пока не играешь в какие-то главные роли, но, опять же, было масса случаев, когда человека из массовки вырывали, со мной такое было, когда меня, вы не поверите, но такое случилось, я вообще в шоке была. Я пришла играть в массовке у Мартина Скорсезе в фильме «Ирландец». Так. Понимаете? Я должна была сидеть. Но вас отобрали, не то, что вы пришли там, вас отобрали. Нет, нет, меня прямо, меня прямо вот вырвали прямо там, прямо там, на съемках. Ага. То есть, помощник Мартина Скорсезе, называется просто «Иди», да? Да. То есть, он такой смотрит, и мне такой говорит, ты, иди сюда, вот садись сюда, и ты будешь, значит, актеру говорить, next place. Окей. Вот, и этот актер был Роберт Гемниром. То есть, у него сцена в банке, сцена в банке, да. А были вообще случаи, когда человека точно так же, вот они, мадам секретарь, да, известный сериал, очень известный сериал, где отношения России-Америки, там, на уровне президентских, все такое. И вот, типа, там, русский президент приезжает в Америку, и нужен был помощник президента, который подойдет, и ему, значит, на ухо, там, текст скажет на русском языке. И они, значит, выходят и говорят, кто говорит по-русски? Ну, там, 200 человек, там, все по-русски практически говорят, потому что в этом сериале, в основном, русскоязычных очень много. Ну, и все, что там руку подняли, а они такие, так-так-так-так, вот этот подходит, давайте его возьмем. Он был нон-юниан тогда, вообще, по идее, ему не имеют права даже давать, ну, это правило юниана, если ты не нон-юниан, то ты не имеешь. И вот тут же, мгновенно, тут же ему оформляют все документы, все, чтобы он, значит, становился членом юниана, тут же, ему дают эти слова, он их запоминает, и все, после этого у него поменялась жизнь. очень поменялась жизнь, потому что его начали приглашать на другие роли, вот. То есть, вот так вот, очень многие в массовке находятся, во-первых, это деньги, это не хуже деньги, если ты работаешь в Макдональдсе, понимаете, 12 часов, даже иногда это лучше деньги. У нас даже, получается, если ты в юниане, у тебя сколько, 23 доллара в час, 23 доллара в час, это не так плохо, а в Макдональдсе, ты получаешь 15 долларов в час. И очень многие люди, которые строят авторскую карьеру, они вот массовку рассматривают просто как работу, любую другую работу. И это чисто вот русско-украинский такой менталитет, что если это массовка, ой, фу. Знаете, вот чисто такое, а здесь, здесь даже бродвейские актеры, которые, нет у них сейчас ролей, нет у них спектакля, и они идут и снимаются в массовке. И когда один наш актер, российский актер Артем Лыскок, он когда увидел бродвейского шоу, а он просто фанат этих бродвейских шоу, он говорит, когда я увидел в массовке человека, я к нему подхожу и так спрашиваю его, говорит, а что вы здесь делаете? Он говорит, в смысле, что я здесь делаю? Я здесь работаю, он говорит, ну в массовке, как? Да. Вы такой бродвейский актер, такой, извините, не самый последний, и вы в массовке, он говорит, а что такого? Это работа, это такая же работа, как и любая другая. Сегодня у меня есть роль, я играю. Сегодня у меня есть кастинг, я играю. У меня запись идет. Говорите, я просто жене рассказываю. У меня запись. А когда у меня говорит нет, ну ничего этого, я иду и работаю в массовке, то есть это здесь нормально. Очень многие люди, которые заканчивают Ли Страсберг, Ли Астелла Аддер, заканчивают, это дорогущие вообще университеты, понимаете, они идут в массовку, они идут в массовку, и они не считают, что это ой фу, и позорно, или еще что-то. Вот, поэтому, как бы, для меня, например, это был самый идеальный вариант, потому что я очень много ходила на всякие классы, курсы, знаете, на пробы, очень много ходила на пробы, и вот, когда у тебя ничего этого нет, да, никаких, ничего, то ты идешь и работаешь, получаешь. А у вас же, наверное, акцент русский есть, правда, в английском? Да, это очень сильно мешает, вообще мешает всем актерам, всем актерам, то есть ты сразу же теряешь вообще все возможности играть кого-то, кто не говорит с акцентом. То есть ты можешь играть только русских, украинцев, поляков, полгар, то есть славян, только славян. Ты даже не можешь, с таким акцентом, ты даже не пройдешь, там, немца, австрийца, шведа, то есть ты даже их не можешь, то есть чисто славяна. Ну хорошо, вот все-таки вы как-то вот занялись вот этим и играли себе, играли, а потом раз и уехали в Майами. А нет, это не раз, это не раз произошло, значит, все было нормально, то есть я работала, но опять же, вот сейчас я понимаю, что это на самом деле как было ненормально, то есть это был сплошной стресс, потому что это сумасшедшие ранние подъемы, всегда. В понедельник это где-то в 7 утра уже начинаются съемки, тебе надо там доехать полтора часа до определенной точки, где тебя потом садят на автобус и садят на автобусе, везут на место съемки. То есть ты в 3 часа утра встаешь, в полчаса 4 ты уже выходишь, потому что тебе еще на метро доехать, а ночью оно хуже. Но это же фактически и операторы, и режиссеры, абсолютно все эти люди, которые, казалось бы, они тоже так должны? Ну, скажем так, вот этих всех крутых операторов, которые там A-камера, ну, которые самый главный оператор, а режиссеры продюсерли, всех возили. Либо они там на машинах на своих выбирались. Ну, к 7 утра. К 7 утра. Да, 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 вот. Но вот таким вот рядовым, даже рядовым, просто рядовым там, визажистом, парикмахером, я не знаю, каким-то там помощником-осветителем, они все тоже в таком режиме работали. Но это было очень тяжело, потому что очень часто съемочный день был ненормированный, то есть там могли 15 часов находиться. И ты реально приезжал домой просто убитый, вот так вот выжатый, особенно если какой-то съемочный день очень тяжелый, на каком-нибудь холоде, на ветру, и ты еще играешь какой-нибудь там, вроде такой осенний сезон, то есть ты не можешь ничего одеться. Это вообще, я рассказываю, я на своем канале это все рассказываю, ребята, это на самом деле было очень тяжело. И часто такое бывало, что в пятницу наоборот были, то есть ты к 2 часам дня приезжаешь на съемку, только приезжаешь, и в 6 утра ты только едешь домой. И вот это вот не было режима, не было режима, и мне кажется, это настолько на здоровье рассказывается, потому что ты в понедельник в 3 утра просыпаешься, да, чтобы ехать на съемки, а в субботу ты засыпаешь только. в 7 утра, потому что только приехал со съемок. Короче, это все время было такое, ты никогда не знал, что вы будете делать, где вы будете снимать, какая роль будет. И... То есть такое как бы истощение такое наступило, то есть как-то ниточка порвалась. Я еще и к тому же, я еще 2 года поработала в «Ублевшей главной героине» на сериале «Слепая зона» в Ланске. Я вообще каждый день там была, и я всегда приходила раньше не ее, уходила всегда позже не ее, потому что я была в «Ублевшей». Меня очень часто гримировали вместо нее и снимали вместо нее. А она там вся, если кто смотрел этот сериал, она вся в татуировках. Вот эти все татуировки наносили на меня. Наклеивали или нарисовывали? Наклеивали. Это как переводнушки на тело, но этот процесс занимал 5 часов. 5 часов. Понимаете, это было... В общем, я 2 года там отработала и сказала «нет». Это уже другие деньги, это не массовка. Это другие деньги, но они не намного, не сильно больше. Давайте скажем так, не сильно больше. Да, они побольше, но не сильно. Но это было очень тяжело, морально было очень тяжело. Я не высыпалась, я была все время в состоянии недосыпок, все время. И, короче, это было очень тяжело морально работать. Первый год еще ничего, а второй вообще там поменялось руководство, поменялось начальство. И я прям даже столкнулась, знаете, с таким... То есть надо мной могли там и унизить, и как-то зло подшутить. Я, например, очень много раз, не много раз, давайте скажем, пару раз. Я в туалете слышала, что меня обсуждали. То есть они не знали, что я сижу в кабинке с соседями, и они меня обсуждают. Понимаете? То есть это все было, это было все неприятно. И был очень такой неприятный момент, который меня прям... Ну, прям я сказала, все, идите к шерту вообще. То есть они, значит, я была не единственная дублерша, там еще было 4 основных актера, главных героев, 4. У них всех были тоже дублеры. Им всем дали роли в этом сериале. Всем. То есть они все получили роли. То есть они все что-то сыграли, что-то сказали, то есть они все засветились, все получили кредиты, а мне не давали. И когда я спросила, почему, мне сказали, ну, ты же слишком похожа на Джейми, на эту главную героинку. Я говорю, так а если мне парик одеть, если мне одеть белый парик, я в жизни никогда не буду на нее похожа. ну, ты вот с акцентом же говоришь. Я говорю, так где у вас, у вас, там, не знаю, через серию, через серию, у вас злодеи. Русские, белорусы, поляки, болгары, через серию. Турки у вас постоянно злодеи. То есть они все говорят с акцентом. Почему у вас всех русских играли американцы? Всех. И я их учила, как говорить, как произносить русские слова. Почему вот вы мне не дали нам никакой роли? Ну, короче, не захотели. Я обидела. И, в общем, короче, последние полгода, это вообще, я уже даже не хотела идти туда на работу, потому что было очень тяжело морально. Вот, потом я уже, знаете, стала сама выбирать, где я хочу сниматься, а где не хочу. И когда наступила страшная болезнь, я не хочу ее называть вообще, все закрылось просто. И мы все, все актеры, все, кто работали в бизнесе, все такие, и что делать? И тут Майами подвернул. Нет, нет, нет. И тут у меня же канал, мой канал, да. Ну, я как бы про кино-то рассказывать уже нечего, потому что ничего не происходит, что рассказывать. Я начала рассказывать про Америку. Я начала рассказывать про Америку, про жить в Америке, и это как бы стрельнуло. То есть у меня там подписчики полезли вверх, просмотры, все. И я такая решила, так, ну, хорошо, тогда займемся каналом. Пока кино не будет, займемся каналом. Когда кино вышло, когда оно вернулось в сентябре, я сходила на одну съемку и сказала, нет, нет, пока это не вернется в тот русло, в котором оно было раньше, я не буду этим заниматься. В общем, во-первых, значит, прежде чем прийти на съемки, тебе три раза палкой тыкают в нос. То есть тебе тесты берут. Причем вообще непонятно, там по-разному. Кто-то тыкает так, что уж до мозгов, кто-то вот тут вот, ты никогда не знаешь, на кого ты попадешь. причем самое ужасное, значит, они берут за чем-то за неделю до съемок. Зачем? Я же за неделю могу заразиться. Окей, потом они берут за день до съемок. Тоже. Зачем? Отдельно. Отдельно, да, это еще раз. И потом они берут уже на самих съемках. Если ты пришел на съемки, я говорю, объясните мне, пожалуйста, нафига вы предыдущие два раза берете? Ну ладно, хотя бы за день. профсоюз требует. Но не у всех, это не важно. В профсоюзе это не профсоюз, это у всех. Но все-таки, я понял вот эту картинку, я понял, достали, и вы уехали в Майами. Что делаем в Майами, кроме канала? Чем-то занимаемся. Канал это и есть честная работа. Канал это моя работа, то есть я просыпаюсь, и я снимаю ролик, потом я его монтирую, потом мне его надо выложить, потом мне надо еще почитать комментарии, потом продумать следующий ролик, подготовить материал, то есть это фактически занимает все мое время. Подождите, но это не способ же заработка, это как бы самореализация, может быть, я не знаю, вот что для вас канал? Почему вы думаете, что это не способ заработка? Это у меня канал монетизированный. И у меня монетизированный. У меня вот миллион просмотров в месяц, у меня там может быть 350 долларов падает. Я не знаю, почему у вас так мало. Я не знаю, почему так мало. 350 долларов за миллион, я гораздо больше получаю. Я получаю гораздо больше за меньшее количество просмотров. Может быть, вы просто там чаще рекламу ставите, я не знаю. Я, в общем, не стараюсь ставить многое, наоборот. YouTube сам автоматически ставит рекламу. Там есть тонкости? Ну, есть, но я не ставлю так, чтобы у меня там через каждые три минуты была реклама. Я такого не делаю, конечно же. Но в настоящий момент, то есть, я понимаю, что если я сейчас пойду здесь, я же здесь кино не снимаю. С Майами кино не снимаю. Если я пойду сейчас работать тем же продавцом или там официантом, это будут такие же деньги. Такого смысла мне это сделать, когда я могу заниматься каналом. Хорошо, хорошо. То есть, вы позиционируете канал как нечто, что должно расти в просмотрах, в подписчиках, в доходе, который он там дает и так далее. Да. Хорошо. А вот такой вопрос про вот эту съемочную тусовку. То, что они сплетничают, мне кажется, это гораздо более естественно, чем было бы неестественно. Как бы это среда такая. Но вот, послушайте, со стороны. Но насколько там безобидно, безопасно, допустим, там симпатичные девочки? То есть, нет такого, что там подкатывают как-то так грубо? Нехорошо подкатывают? Нет, все это все сплетни, разговоры. На самом деле, там миллион красивых девочек. Просто, вы не представляете себе, какие там красивые девочки, которые только и ждут, когда к ним кто-то подкатит, чтобы таким образом себя как-то там продвинуть. Нет, нет, вообще. То есть, решают все, знаете что, решают связи, решают деньги, решают какие-то договорные отношения. А вот так, чтобы ты такая красивая, и к тебе подошли и сделали непристойное предложение. Вообще, потому что, ну, во-первых, сейчас, тебя могут сразу, ну, ты же знаешь, сейчас могут сразу обвинить, засудить. Сейчас вообще, там все сейчас вообще сидят и боятся пукнуть. Понял. Дай бог там посмотреть на какую-то там красивую девочку. Девочки, девки оказались в тяжелом положении. Вот это то, что называется, не соблазнил и бросил негодяй. Да. Да, надо. Они там ходят, ходят несоблазненные, никому не нужны. Вообще, кошмар. Все на личных отношениях и на связях с кастинг-директорами и с агентами. То есть, насколько у тебя близкие и хорошие отношения с агентом, а у этого агента с кастинг-директорами. Но агенты реально могут многое, да, или как? Ой, конечно. Конечно. Ты на какие-то, будучи даже в актерском юнии, ты можешь никогда в жизни не попасть на кастинг, если у тебя нет агента. Потому что кастинг-директорам, как это работает, они же не дают объявления в газете. Они рассылают своим агентам. И агенты тоже делятся на уровни. Да, есть очень классные, мощные, которые тебя могут продвинуть в хороший проект. А есть такие слабенькие, которые даже в какой-то дешевый фильм не могут продвинуть. Потому что у них нет связи с этими кастинг-директорами. И вот кастинг-директора рассылают по своим агентам запросы, что там какая-то роль, какие-то требования. И они уже, значит, смотрят, кто у них там в бате. И они этому кастинг-директору отсылают. И кастинг-директор уже сам смотрит и говорит, так, вот эту пришлите, а вот эту не надо. То есть это такие фактически рекрутеры, и они получают деньги, когда кого-то удается пристроить. Они живут на процентах, агенты живут на процентах. Да, 10%. То есть фактически как рекрутер, как агент, я заинтересован иметь каких-то таких ребятишек, которых хорошо берут. Нет, как агент я заинтересован иметь такие отношения с кастинг-директором, чтобы он брал моих актеров, а не каких-то... Ну тогда это же коррупционная схема получается. То есть их берут не за качество, а за то, что у меня. Тогда он должен ему откатывать, может быть, как-то, я не знаю, там... Конечно, конечно. Очень много, особенно на какие-то хорошие ролики. Очень много таких историй, когда очень талантливые люди не проходили, а какие-то такие непонятные... Да, сколько раз мы это наблюдали на съемочной площадке. Вы не представляете, когда ты в массовке, да, и когда ты это все видишь, мы даже между собой смеялись. Мы видели, как все ходит режиссер, которому вот эту... Ну на сериалах там режиссеры ничего не решают, вообще ничего не решают. Там каждую серию... Есть такие сериалы, где каждую серию снимает новый режиссер. То есть он приходит, и он не знает, что там в предыдущей серии. Если он ее не смотрел или не читал сценарий, он даже не знает. Он должен отснять вот эту серию, и все. И главные герои, конечно, одни и те же. А вот эти, вы все знаете, которые называются актер одного дня, да, актер одной серии... А кушать подано? Ну нет, даже нет. Есть такие, которые вот на протяжении этой серии... У него может быть там четыре съемочных дня, там, ну, пять съемочных... Он на протяжении этой серии снимается, а в конце его там убивают, например. Так вот, бывает, что приходит такой актер, что режиссер вообще не знает, что с ним делать. Он там слова забывает, он что-то как-то не так играет. И мы это все видим, мы находимся на площадке, да, и мы это все видим. И я помню, что у нас был такой случай, когда мы все смотрели, говорили, капец, как его могли вообще выбрать? Кто его вообще мог на эту роль... Да неужели не было лучших людей? Вот. И вот это вот все, вот это все связи. Опять же, там, поверьте, у него все родственные отношения, они же тоже очень играют огромную роль. Есть какой-то актер, я сейчас просто не буду врать, я не помню, как его зовут. Он там племянник чей-то. Он вообще играть не умеет. Он вообще не играет, не умеет играть. Но, тем не менее, он снимается. Снимается и снимается вообще ужасно. Ну, там все потом путем хороших съемок и путем монтажа все это так монтируют, что... Получше сделать можно, да. Да, смотрится и получше. Но в жизни это так очень мало. Ну, что же, Танюша, давайте вот что сделаем. Значит, мы... Это, хорошего подемножку, так? Значит, мы закинули наживку нашему зрителю. Вот пусть теперь зритель задает вопросы, так? А мы с этими вопросами там дальше перекинемся и там еще что-нибудь поснимаем. Ладно? Значит, у меня к вам две просьбы. Значит, первое, сбросьте мне, пожалуйста, те ссылочки, которые вы хотите, чтобы были у меня под видео. Второе, вы уже тогда посмотрите, что люди пишут в комментариях. Может быть, вы там как-то им поотвечаете. Потому что я на большинство вопросов ответить не могу. То есть я с удовольствием бы, но просто часто вас будут спрашивать про вашу жизнь там как-то и так далее. Вот. Ладненько. Ну, на самом деле, ссылку одну просто на мой канал и все. Киньте еще. Ну, мне ее дайте, чтобы я уже не ошибся. Хорошо. Ссылку на канал. А вы есть там, вы как-то тусите в Инстаграме, в Фейсбуке? Да. Ну, давайте все, чего же тогда. И давайте Инстаграм, давайте Фейсбук. Хорошо. У людей разные приоритеты. Потому что некоторые любят в одном, некоторые любят в другом. Хорошо, хорошо. Разброшу. Ладно. Ну, что. Спасибо большое. И, значит, чего же. Я хотел бы пожелать, чтобы ваш канал раскрутился. Спасибо. Да, у нас фактура есть. Правильно? Да. О чем поговорить есть. Вот. Вы такая неполитическая, да? То есть вы так в целом о жизни. Не-не-не. Там есть политические. Есть политические. Ну, хорошо. Хейтеры. Есть у вас много хейтеров? Конечно. Ну, не много, но есть. Есть у вас. Ну, ладно. Хорошо. Вот. Как же без них? Просто когда политические, там гораздо более бурно подписка растет. Но там уже и адекватных меньше, конечно, намного. Чем тем, кто кино интересует. У меня политические у меня были выпуски, когда вот эта вся тема была. Сейчас опять мы переходим. У меня есть такой выпуск, называется «Новости американской губернии». Я просто там рассказываю про Моралу. Просто про Моралу. Село. Такое село. Хорошо. Понял. Губерния. Хотя, конечно, Майами – это не совсем американская, конечно, губерния. Там американская была бы где-нибудь там Ахайо, там Канзас. Ну, я же не про жизнь в Майами рассказываю. Я, в общем, про… Я вот просто так назвала «Новости американской губернии» в смысле по всей Америке. Хорошо, хорошо. Ладно. Ну что же. Давайте мы тогда с вами расстаемся. Очень приятно. Спасибо. Там, кого в Майами встретите, всем привет. Да. Все. Счастливо. И вам тоже. Пока. Пока.